Hey guys! Сегодня мы научимся делать с вами стикеры. Я очень люблю стикеры, я готова скупить все стикеры со всего мира, но не всегда мне попадаются на глаза те стикеры, которые мне хотелось бы видеть. И я выхожу из этой ситуации очень просто, я просто беру и делаю стикеры сама. Сейчас я вам покажу что-то как, что вам до этого пригодится. Обычная бумага, у меня, например, акварельная, потому что я просто люблю рисовать на акварельной бумаге. Простой карандаш, двусторонний скотч, можно использовать, конечно, клей, но я предпочитаю лучше двусторонний скотч. И сейчас, к сожалению, у меня толстый двусторонний скотч, потому что я почему-то не нашла тонкий, хотя я все время его находила. Странно. Двусторонний скотч вы можете найти как в канцелярском отделе, так и в строительном. И ножницы. Самое главное, это, конечно, наши заготовки, сами рисунки, я их уже нарисовала. Тут у меня лединорог. Я думаю, для начала нужно их раскрасить. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Теперь наши рисуночки больше похожи на стикеры. И можно уже врезать. Кстати, если вы хотите, чтобы они были глянцевые, можно сверху приклеить скотч. Давайте попробуем сделать так с одним. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вырезаем лишнее, если у нас получится. Если вас смущает толщина самой бумаги, то, конечно, используйте обычный. Просто я очень люблю раскрашивать акварелью, и обычная бумага просто не выдержит акварель. Поэтому смотрите сами. Так, я наконец закончила. Давайте все-таки проверим их в деле. Приклеим что-нибудь из них, например, вот этого единорожка. В качестве подопытного кролика будет, конечно же, мой ежедневник. Так, все. В общем, ребята, это было все. Это был такой небольшой DIY. Я надеюсь, что он для кого-то оказался очень полезным. Если это так, то ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал. Увидимся совсем скоро. Всех целую и обнимаю. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok